Ну что, девчонки, давайте посмотрим еще дальше мою коллекцию помад. И здесь я собрала блески, какие-то помады, карандаши и что-то в этом роде. Итак, первое, что я тут вижу, это такой блеск для губ от компании Флёр. Опознавательные знаки, к сожалению, уже стерлись. Что хочу сказать, я уже говорила, что марку Флёр я просто обожаю. Этот блеск в свое время был моим любимчиком. Он дает такой розовый оттенок губам. Очень красиво смотрится, вот я ведь не в кадре, да? Очень красиво смотрится именно со смоки айс. Следующий продукт, который у меня в коллекции есть, это вот такой блеск для губ от компании Эвелин Косметикс. Он тоже у меня старичок, опознавательных знаков тут тоже нет. В свое время очень любила этот продукт. Помню, что блеск был нестойкий, но вот я им пользовалась именно с ярким макияжем глаз. В нем много шиммера. Блеск для губ от Эвелин у меня было очень много, много закончилось еще в до-ютубные времена. И этот блеск для губ до сих пор просто очаровательно пахнет огурцом. Такой свежий, такой натуральный, приятный аромат. Помада-карандаш для губ Эллен Тресси. Я точно помню, что присылала мне этот продукт Ксюша из Москвы. Ксюша, тебе привет! Хороший такой носибельный оттенок. Это американская какая-то компания, если я не ошибаюсь. Надо будет обязательно после съемки видео пользоваться этим продуктом. Следующий продукт, который у меня в коллекции есть, это продукт компании Стеллари в оттенке 15. Помню, что это такой стик, в нем очень много блесток, и я с ним как-то не подружилась. Покупала, когда была еще беременна, вот такой приятный оттенок. Он такой виноградно-лиловый что ли. И опять же, очень-очень много шиммера. Уже живого места у меня на руке не осталось, но все же. Вот такой оттенок. И шиммерные помады мне, как правило, не идут. Они утяжеляют мое лицо. Вот такой блеск для губ от компании Artvisage. Фруктовый щербет. Покупала исключительно под влиянием YouTube. Такой светлый с золотыми блестками. На самом деле, блески для губ Artvisage именно в таком формате. Они стопроцентные аналоги люксу. Они смотрятся очень богато на губах. Они просто неповторимы на губах. Могу рекомендовать, но у меня блесков и помад, и стиков всяких. Очень много карандашей для губ. Кстати, в этом видео практически нет карандашей для губ, потому что они у меня отдельно все лежат. Я почему-то не посчитала нужным вам их показать сегодня. Поэтому вот у меня очень много продуктов хороших лежат без дела, собственно говоря. Следующий продукт. Вот такой Extra Lasting от компании Avon в оттенке Eternal Rose. У него такой странный запах, странный вкус. Я вот была беременна, его покупала. И, к сожалению, мне кажется, до сих пор не могу его носить. Но он действительно стойкий. Он смотрится глянцем на губах, таким приятным цветом. Но как-то вот все равно не тянется у меня к нему рука. И, знаете, это первый стойкий блеск для губ в моей коллекции, наверное, единственный блеск для губ. У него на самом деле более яркий такой цвет, нежели вот сейчас на свотче. Просто его нужно тут перемешать. В принципе, продукт неплохой, если вам нужен стойкий блеск. Ну вот, опять чувствую этот аромат и понимаю, что это не мое. Следующий продукт это бальзамчик для губ от компании Revlon. Покупала троечку этих бальзамов в Duty Free. Где-то у меня еще один оттенок тут лежит. Эти бальзамы для меня очень памятные, очень дорогие. Их люблю всем сердцем. Бальзамчик называется 001 Honey Dosh. Какой-то док. У меня есть обзор на эту троечку. Такой вот нюд носибельный повседневный. Пользовалась на работу почти каждый день, когда работала. Немного охлаждают губы. Мне кажется, в них ментол что ли содержится. И всем могу порекомендовать. Не знаю, как сейчас с выпуском этих средств выпускаются они или нет. Второй бальзамчик из моей коллекции уже в оттенке 025 Sweet Hut от Valentin. Он уже такой яркий-яркий. Я сейчас, кстати, его очень часто использую в съемках видео. Потому что балдею по фуксии просто. Он дает на губах такой розово-прозрачный оттенок. Такой очень холодный. Такой приятный. И он мне сейчас нравится. Опять же, сильно халатит губы. Вот такой блеск для губ от компании Avon. По-моему, 1000 блесток. Так что, 1000, не знаю, как это называется. Gold Lip Gloss. Brilliant Eleverous Gold. Оттенок Golden Peach. Шикарный оттенок. Это розовый такой блеск, в котором золотистые такие мелкие блестки. Но эти блестки красиво смотрятся. Дорого смотрятся на губах. Им сейчас не пользуюсь. По вышеупомянутой причине. Потому что средств много. Просто забываю. Но продукт достойный. Вот такой блеск для губ от компании Maybelline у меня в коллекции. Оттенок, вам бы не соврать. Strawberry. 560 оттенок. Watershine Gloss. Как-то особо я им не пользовалась. Помню, что очень приятный аромат. На самом деле клубнички. Тоже такой носибельный оттенок. Вот такой карандаш для губ от Avon Visions, по-моему. Либо это Ariflame. Я уже не помню. Visions это Ariflame. Проблема с затачиванием. Как-то тащилка его не брала. Вот этот пластиковый футляр ничего не брало. Честно говоря. Пользовалась под блески. Вот сейчас этот старичок я достала. Надо будет его выбросить. Вот такой блеск для губ у меня есть от компании Lancome. Его прислала мне Танюшка. Танюшка, тебе огромный привет. Lip Lover. Оттенок 316. Пользовалась летом практически ежедневно этим блеском. Очень такой деликатный, такой ухаживающий за губами. И я говорила, что он по своей текстуре напоминает мне масло для губ. То есть ухаживает за губами по полной программе и смотрится глянцем. Посмотрите, даже прям шик. В общем, Танюш, тебе огромное спасибо. Я этим средством буду обязательно пользоваться весной, наверное. Сейчас, пока зимой, у меня в предпочтении какие-то увлажняющие помады, такие влажные. Вот такой блеск для губ у меня есть от компании Revlon. В 500 оттенке. Ultra How HD Garnet. Присылала мне его Ксюша. Ксюша, тебе еще раз огромное спасибо. Очень смотрится тоже богато на губах. Единственное, что он растекается по контуру губ. И нужно как-то вот добавлять прозрачный карандаш для губ. В общем, лишние какие-то движения. Поэтому я вот его избегаю в обычной жизни. Но для съемки видео его просто обожаю. Тоже очень шикарный оттенок. Могу порекомендовать. Вообще очень богатая такая консистенция. И здорово смотрится богато и насыщенно. Карандашик для губ от компании Bourjois. У меня тут, мне кажется, тоже Танюшка присылала. Пользуюсь. Надо будет достать, прям положить поближе к глазу. Такой носибельный оттенок. Мой прям оттенок. Прям обожаю. Немного идет с кирпичным батоном таким. То есть аккуратнее надо будет с зубами. У меня от Giordani Gold от компании Ariflame есть такая кисточка для нанесения помады. Ей уже миллион лет. Но она просто отличного качества. Поэтому обратите внимание, по-моему, вот в Ariflame серия Giordani Gold очень-очень качественная. Ой, я уже, честно говоря, сама устала. Язык уже у меня прилипает к гортани. Я не знаю, надо уже попить чайку. Вот такой блеск для губ Oh My Gloss от Rimmel. У меня, помните, есть такой красный. Вот даже я его вижу. Вот он. Хороший тоже блеск. Из такой же линейки. Он качественный. И он стопроцентно нюдовый. В нем есть небольшие такие переливы, небольшие блестки. В общем, тоже его любила в свое время. Вот такой блеск для губ от компании Divash Damore. Называется 3D эффект. Здесь очень много перламутров, которые мне не идет, но я им пользовалась летом. По-моему, я делала какой-то макияж для вас, уже не помню. Но вот перламутр меня отталкивает. Вот такая помадка от Innisfree. Помните, я ее вам показывала. Это корейская помадка. Восьмой, по-моему, либо шестой оттенок. Нужно будет ей пользоваться, потому что у нее просто шикарная кремовая текстура. Смотрится богато на губах, с губами ухаживает, пигменты на губах не оставляет, не стойкая. Но она и бюджетная. Вот такая помадка у меня, стик с Алиэкспресс. Я ее вам уже показывала. Кстати, последнее видео про заказ L-Box за ноябрь и про сюрпризатор. В этих видео у меня вот эта помада. Хорошая помада. Заострять свое внимание не буду. Такой оттенок яркий. Для видео самый топ. Вот такой блеск для губ от компании Fleur. Тоже очень красивый блеск. Надо будет достать его поближе, положить, чтобы глаз его видел, да, глаз цеплял. Шикарная текстура. Этот блеск, в отличие от прошлого, не просрочен. Это, по-моему, рост бриллиантов. Он тоже называется Sparling. В общем-то, классное качество и цвет мой. Вот видите, у меня в коллекции превалируют цвета, такие нюдово, кирпично, какие-то песочные, розовые. То есть яркие цвета у меня появились только с появлением YouTube в моей жизни. Вот такой вот стик у меня, третий из коллекции Revlon. Помните, вот я вам их показывала. И вот третий. Он более такой коралловый. И он, конечно, желтит зубы просто капитально. Поэтому он у меня практически не израсходованный. Нужно будет как-то на камеру что-то там сотворить с этим цветом. Но, опять же, очень такой палка о двух концах. Я вам так скажу. Потому что желтые, там, какие-то зубы с песочным оттенком нам никому не нужны. Вот такой блеск для губ от компании El Corazon. В оттенке El 12. Коден до декабря 2017 года. Хороший блеск. Опять же, такой нюдовый цвет. Такой розовый, да. Повседневный. Надо будет весной им пользоваться. Хорошо ухаживать за губами. Вот такая жидкая помада от Catrice. Участвует практически тоже во всех моих видео. Люблю ей пользоваться. Это такой шикарный красный цвет. Именно в виде лаковой помады. У меня единственная, наверное, такая лаковая красная помада. Она очень яркая. Она долго держится на губах. Конечно, она растекается. Но вот для съемки видео, для нескольких роликов, почему бы и нет. Надеюсь, вам видно. Не знаю. Так, одну помаду я такую разыгрывала. По-моему, Инна выигрывала. Инна, тебе привет. Вот такой карандаш у меня есть от Avon Color Trend. Пользовалась я им под какие-то блески, под помады. Пыталась добить всеми силами. Но не знаю, что с ними делать. Наверное, нужно будет предложить сестре, если она его не возьмет, то выкинуть. Потому что уже продуктом не успеваю я им пользоваться. Реально. Так, эту кисточку я вам показывала. Вот такой вот блеск для объема от Avon Camera сейчас показывает вам более такой цвет, уходящий в коричневый. Но на самом деле это такой насыщенный, грязный, розовый. Он охлаждает, покалывает губы, пощипывает. Мне раньше такая субстанция и текстура нравилась. Но вот сейчас я про нее забыла. Plamp Point называется. Цвет. Не цвет, а, наверное, как-то название, что ли, да, продукта. И оттенок я тут не вижу. Очень мелко написано. Но я думаю, вы меня поняли. И вот такая вот помадка от Maybelline Color Drama. В общем-то, в оттенке With Coral, In With Coral 420. Мне Танюшка присылала. Вот такой оттенок. Он смотрится, конечно, тоже очень неонного на губах. Использую его для исключительно видео. В общем-то, тоже карандашиком довольна. И вот такой вот пробничек у меня тут есть. Это у нас Avon, наверное. Sangria Shock называется оттенок. В общем, такой очень-очень-очень такой насыщенный темный оттенок. Так, и у меня осталась, девчонки, одна коробочка. Ой, господи, я испачкала свой диван. Ужас какой-то. Ну, давайте я вам уже расскажу. И мы с вами распрощаемся. Потому что, если сейчас я вам не сниму вот эту вот свою коробочку, вот так вам лучше будет видно, да, то я никогда вам ничего уже не покажу. Потому что навряд ли вернусь к этой теме. Итак, у меня вот такая помада. Тут есть от Faberlic. Артикул 4575. Я этой помадой сейчас пользуюсь просто регулярно. Именно на улицу. Потому что она классно ухаживает за губами. И дает такой приглушенный оттенок губам. Вот такая помадка от Ruby Rose. Представляете, такой раритет. Оттенок 154. Вот, честно говоря, если бы мне сейчас сказали, Ань, будешь знакомиться с Ruby Rose, я бы сказала, что с радостью. Потому что уважаю эту марку всей душой. Вот такой носибельный оттенок, который подходит моему цветотипу. В общем-то, в свое время помадкой пользовалась просто на раз-два. Вот такой люкс у меня есть в коллекции от компании Givenchy. Оттенок 02. Присылала мне его Ксюша из Москвы. Пользовалась просто регулярно. Как-то прошлым летом, что ли, или позапрошлым летом, уже не помню. В общем, такой нюд, подходящий под многие мои макияжи. И именно под Smoky Eyes. Вот такая вот помадка от Maybelline Color Sensational в оттенке 235. Ксюша мне тоже присылала прошлой зимой. Пользовалась именно прошлой зимой регулярно. Вот сейчас подзабросила, нужно будет вспомнить. Вот такая помадка от Faberlic в старой их коллекции. Артикул 4334. Помада с нереальным количеством блесток. Тут перламутра, но я ей пользовалась. И сейчас я, кстати, вот ее достала недавно. Пыталась пользоваться, но понимаю, что эти блестки просто ощущаются на губах. И если, не дай бог, они попадают в рот, то пиши пропало. Вот такая помада с Алиэкспресс а-ля NYX. Показывала уже и с вотчевом. Оттенок Амстердам. Отличный цвет для съемки видео. У меня все устраивает. В общем-то, претензий не имею. Такой камера, конечно, показывает коралловом. Но на самом деле зубы не желтит этот цвет. Вот такой блест для куп от Faberlic. Такой старичок, практически добитый. Надо будет его добить и выкинуть. Артикул я вам говорить не буду. Мне кажется, сейчас такие блески не выпускаются. Просто хороший блеск, ненасыщенный. Использовала как бальзам. Такой даже на ночь использовала. Точно помню, когда была беременной. Вот такая помада от El Corazon. Оттенок 254 помада Satin Lux. Посмотрите, какой оттенок. Это идеальный оттенок для Smoky Eyes. И вот если вам нужно выбелить ваши губы, если у вас очень пухлые губы, то это будет очень чувственно, очень женственно и деликатно смотреться. Следующий – это бальзам Baby Lips. У меня таких бальзамов было штук 5. Вот попался мне под руку только один. Ой, какой красивый цвет. Интересно, он дает. Да, он дает цвет, посмотрите. Слушайте, надо будет пользоваться этой помадкой Pink Punch. Тем более, восстанавливать как-то свои губы. И губы у меня в ужасном просто состоянии, несмотря на то, что у меня много помад, блесков и бальзамов. Все-таки состояние, визуальное состояние наших губ еще во многом зависит от стрессов каких-то, от состояния желудочно-кишечного тракта, от количества витаминов, микроэлементов в организме и от гормонального профиля. Вот такой маленький блеск для губ от Clorans из коробочки красоты. 0,8 оттенок. Папайя называется. У меня это второй оттенок. Один лежит в сумке. Ну, как-то вот я не полюбила блески Clorans. Ну, ничего особенного. Они очень такие насыщенные. Не знаю. Вот такой блеск для губ от Ифраше у меня есть. Мандарин называется. Он ужасно растекается по губам и дает просто такой блеск. То есть блеск не уходит в оранжевый оттенок. Не знаю, что-то как-то рука не тянется. Вот такое вот средство. Разглаживающий бальзам для губ от Faberlic Expert. Выигрывала я это средство у сланы в конкурсе уже давно. Как-то вот не тянется рука. Надо будет поставить на видное место и восстанавливать губы на ночь. Попробовать. Вот видите, жалуюсь на то, что губы в ужасном состоянии. А средств-то у меня много и многими я не пользуюсь. От Giordani Gold. Это у нас Ariflame блеск. Тиндер пинг называется. Как-то помню, что он меня не впечатлил в свое время. Хотя вот ранее у Giordani Gold были продукты просто неподходящие на все 100%. Но вот эта вот линейка что-то мне не подошла. Надо будет выкинуть. Очередной блеск фруктовый щербета Tarte Visage. Блеск бальзам для губ с витамином Е. Уже такой розовый оттенок. Тоже покупала под влиянием YouTube. Отличный просто блеск. Альтернатива Luxo. Визуальная альтернатива. Бальзамчик для губ от Eiffroche. Нужно будет тоже поставить. Жожоба, по-моему, да? Поставить на видное место и пользоваться. Вот такой вот блеск. От Ariflame. Слушайте, это такой раритет. Его практически тут нет уже в упаковке. PowerShine Soft Pink. Называется оттенок. У него аппликатор такой, лопаточка. Ну, слушайте, продукт еще и есть. Надо будет его добить уже и выкинуть. Потому что достойное средство. От компании Vivienne Sabo. У меня тут блеск для губ с эффектом объема. Я не знаю, почему с эффектом объема. Потому что губы он не пощипывает. И визуально особого объема я от него не видела. Он выбеливает губы. Он идеально подходит для смоки. И частенько я с ним раньше снимала видео. Когда вот была загорелая, там, да, после юга. Сейчас вот лежит без дела. Вот такой контурный карандаш для губ, по-моему, это CL. Да, он бесцветный, без дела. Хотя вот часто вот мне нужен карандаш, вот, чтобы носить какие-то блески растекающиеся. Но вот надо положить просто на видное место. Это от компании Avon стойкая губная помада Extra Lasting в оттенке 312. Даже не знаю, какой оттенок, девчонки, врать не буду. Тут все стерлось. Вот такой оттенок, уходящий в коралл. Очень аккуратнее с таким оттенком. Потому что я много раз попадалась. И у меня зубы были просто, наверное, коричневые от этой помады. В общем, какие-то аккуратные, девчонки. Но по стойкости я бы не сказала, что она стойкая. Ну, обычная такая помада. Вот еще раз повторяю, я вот в Avon не встречала стойких помад. Еще вот, естественно, это блеск стойкий для губ. Вот такой блеск от Demi. Не покупала Magnet Cosmetics уже тысячу лет назад. 13-й оттенок. Это немецкая фирма. Помню, что давал такой глянец на губах без цвета. То есть такой бесцветный блеск для губ. И блески, кстати, вот эти не видно на губах. Не знаю, ничего особенного сказать не могу. Блеск для губ от Faberlic практически полный. Я говорила, что я с ними не дружу. Вот с такими блесками. Много я таких блесков подарила. Ну, не знаю, как-то он пельшивит на губах. Губы потом трескаются. Ужас какой-то надо будет выкинуть. Ну и последних три продукта. Это у нас Арифлейм. Вот такой вот продукт. АА9ХБ. Свит Мандарин. Тоже раритет страшенный. Слушайте, этот продукт кончился. А, батюшки мои, тут уже все у меня сломалось. В общем-то, буду выбрасывать. Помню, что тоже пахнет огурцом. Очень приятно. И хорошая была помадка, если я ее добила. От Эйвен. Такой вот насыщенный блеск для губ. Фьери Ред. Помню, я искала такой яркий блеск для губ. Именно лаковую красную помаду. Заказывала ее в Эйвен. Тогда у меня не очень хорошие были жизненные ситуации. Так скажем, да. Я как-то вот старалась отвлечься, девчонки. Поэтому лежит у меня такой раритет. Надо будет снимать видео с ним. Потому что продукт хороший на самом деле. И последний продукт от компании Арифлейм. Его присылала мне Аида из Крыма. Я выигрывала его у нее в конкурсе. Обычный такой блеск для губ. На губах смотрится прозрачным. Без всяких там частиц. Стекает с губ, я точно помню. Не очень удобный такой у него аппликатор. Вот этот старинный пластиковый. Мне кажется, уже в современный век развития косметической индустрии нужно делать уже другие аппликаторы. Хотя бы как у Ева Мозаик. В общем, девочки, это были все мои запасы блесков, бальзамов для губ. Тут бальзамы даже есть, помад, стиков. Я очень надеюсь, что удовлетворила вашу потребность в оценке моей коллекции помад. Потому что уже надоело, честно говоря, обманывать своих подписчиц. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Всем огромное спасибо за просмотр. И до встречи на вам видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok